Девушки отдыхают Я иду, чтоб взглянуть поскорей На вождя дорогого чело Жжет глаза моя страшный огонь И не верю я черной беде Давит грудь несмолкаемый стон Плачет сердце о мудром вожде Разливается траурный марш Стонут скрипки и стонут сердца Я у гроба клянусь не забыть Дорогого вождя и отца Я клянусь буду в ногу идти С дружной братской крепкой семьей Буду светлое знамя нести Что вручил ты нам Сталин родной В эти скорбно тяжелые дни Поглянусь у могилы твоей Не щадить молодых своих сил Для великой отчизны своей Имя Сталина в веках будет жить Будет реять оно над землей Имя Сталин нам будет светить Вечным светом и вечной звездой Вот такой гимн написал 15-летний Володя Ну, потом, как бы, в Соколете В Соколете сейчас говорят Такой ерундон больше не писал, конечно Ну, тогда было время Он написал это 8 марта 53-го года Во время похорон Сталина Восьмиклассников Ну, ладно, написал, написал О политике летать не говорим сейчас Ну, и на военную тему еще Есть фильм, в котором он снимался Шофером, привязанным цепями к рулю Единственная дорога Югославский фильм И вот он снимался в Сербии Видеосъемка есть Как он читает одно стихотворение Про черногорцев По бумажке Я только написал Говорит, я вот ночью написал Сейчас вам прочитаю Но у меня этой бумажки нету Придется по памяти, наверное, читать Водой наполненные горсти К арту спешили поднести Впрок пили воды черногорцы И жили впрок до тридцати А умирать почетно было Лить пуль и матовых клинков И уносить с собой в могилу Двух-трех врагов Двух-трех врагов Пока курок в рождении стерся Стрелялась с тетлой с колен И в плен не брали черногорцы Он просто не сдавался в плен А им пожить хотелось достой Да жить нежадным Век с лихвой В краю, где горы неба в достой И море тоже с головой Шесть сотен тысяч равных порций Живой воды в одной горсти Не уважали черногорцы Проживших больше тридцати И жены их водой помянут И прячут их детей в горах До той поры пока не станут Держать оружие в руках Беззвучно надевали траур И заливали очаги И молча лили слезы в траур Чтоб не услышали враги Чернели женщины от горы Как плодородная земля За ними след чернели горы Себя огнем и скепля То было истинное мщение Бессмысленно себя не жгут Людей и гор самошажение Как несогласие и бунт А пять веков Как божий кара Как месть сына за отца Полали горные пожары И черногорские сердца Цари именялись царедворцы Но смерть врагу всегда чести Не уважай черногорцев Проживших Больше тридцати Мне одного рождения мало Расти мне из двух корней Жаль черногорь не стал Второй родиной моей Вот такое Ну и потом вообще Как какие фильмы Режиссер его часто Приглашали Володя напиши вот песню Для вот такого фильма Ну Он сразу бы остался писать Чтоб пять-шесть там напишет И потом это Песни-то хорошие получались Ну а фильм не очень В фильм они не влезали Поэтому обычно их Как бы так это В фильмах не звучали Вот сейчас прочитаю одну песню Одно стихотворение Живот Живёт живущий парень Барри Не вылезая из цедла По горлу он богат долгами Но если спросишь Как дела Поглаживай пистолетской зуб Против него брежно Пока Странения законов нет То только на него надежда Ваш дом горит Черно горит Это тщетный воплик небесам Причём Чит Бог Зовите Барри Который счёты сводит сам Сухим выходит он с бед Хоть не всегда сухая одежда Пока в стране законов нет То только на него надежда Да, наверное, он скоро срагает На друга верный талисман Такой живущий парень Барри Полна душа И пусть карман Вот про ковбоев Так сказать Ну ещё Тему национальности Он вообще много затратил Всяких тем И вот одна из тем Такая Про евреев вообще Он много песен написал Много не упоминал И вот одно стихотворение Такое Наш киль сперзит Подумали по шпрее Посеняли Под темзе Режет киль Куда-куда вы, милые евреи Неужто к Ярдаму Возраил Оставив суету И верный ваш кусок И о комиссионных Ваших кордалей Стремитесь к тесноту В мизерный уголок В разбитый Домилищий Израиль Меняйте вы русские просторы Лихуй безнадёжность Наш шмель На Голдомейерские уговоры На этот нееврейский Израиль Ну Голдомейер Это Премьер-министр Пять раз была в Израиле Сейчас уже конечно Этого никто не знает Министр МВД Министр внутренних войск Так, ну и Напоследок ещё одно Сейчас Что я там запланировал Тоже из спектакля Которая не вошла Парохода нет От этих воспитанных Барбанов Куда ни плю До центра На шляпу попадёшь Позвать бы Опных шаманов Весеранов И напустить На эврю попадёшь Что за дела Не умодят благородство И вместо нас Нормальных Хасахи Нахально рвутся В руководство Те, кто умеет Сочинять стихи На нашу власть То плачу То ржу Что может дать Он нас Поношен даст вам Доверьте мне Я порок вожу Запутывшимся Нашим государством Кошмарный сон Я видел Что без нарушенных Заданий Не совлазнишь Косоты Гнеденщик Не дам Но я и пару Ломных юаней За эти Икс, Игорьки Не дам Не дам Мы с одним До ветра вышли И там потолковали У стены Так у него был Полный рот кровищ И интегралов Полные штаны С такими Далеко ли до беды Ведь из-за них Мы с вами Чахнем Смоги Отдайте мне Ослабшие бразды Я натяну Негуся Гогера Могера И он нам Будет нужен Придушный Ошкарик Такой нам Сворганит Врага Наступит Крах Пинг-понг Один придумал Хрупкий Шарик Орешек Крепкий В опытных Руках Искорелим Любые искривления Бетлой Подзеремья По городам За тридцать Штук Шурябренных Янг Ютона С конфутием Бродан Я тоже Не махлак Не дурачок Цитаты Я знаю Всех От тех Напастей Могу устроить Вам такой Скачок Когда я доберусь До высшей власти Я устрою Вам такой Скачок Когда я доберусь До высшей власти Вот у нас Матецкий Есть такой Песенник Он много Писал По 70 Он передачи По радио Ведет По маяку Три часа Вот недавно Я слушал Он говорит О, Бог делал Надо же Вот у него Такие же стихи Как у Высоцкого В каждой строке Столько информации Это говорит о том Что у Высоцкого Уже Все признано Что стихи У него Очень емкие Анна Спасибо За внимание За чертение Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому